Здравствуйте! Представляем вам серию коротких роликов от студии мы из 90-х о том, как самостоятельно оцифровать свои видео архивы. Это видео будет полезно для тех, у кого, во-первых, большие архивы видеокассет, например, больше 30, и отнести в студию, например, оцифровки было бы очень дорогостояще. То есть проще самому установить определенное оборудование, проще настроить программы и дома неспехом это все делать. Из сегодняшнего видео вы узнаете, какое оборудование вам потребуется для самостоятельной оцифровки, где его купить, цены на это оборудование и немного технических характеристик, которые помогут вам выжать максимальное качество из ваших видео архивов. Итак, оборудование, которое вам пригодится для самостоятельной оцифровки. Это, во-первых, источник, видеомагнитофон, либо это видеокамера, в общем, тот аппарат, куда вы будете вставлять видеокассеты и выводить видеосигнал в плату видеозахвата. Дальше вам потребуется ноутбук или компьютер и плата видеозахвата сама. Плата видеозахвата море – это такая штука, в которую вставляется провод, два тюльпана, из видеомагнитофона в нее. И она преобразует аналоговый сигнал в цифровой. Во-первых, на качество влияет сам видеомагнитофон. Во-вторых, на качество влияют провода, которыми вы соединяете видеомагнитофон и плату видеозахвата. В-третьих, на качество влияет сама плата видеозахвата, потому что чем она дороже, тем, соответственно, качество лучше, меньше различных искажений изображения, меньше шумов. И также, помимо этого, на качество влияет сам компьютер и сама программа, через которую вы делаете захват. Видеомагнитофоны могут быть любые, но чтобы выжать максимальное качество, вам нужен четырехголовочный. Четырехголовочный, здесь написано 4-HIT, четыре головки. Желательно Panasonic, это по опыту. Если у вас мелкие кассеты формата, например, Mini DV или Video 8 или маленькие кассеты VHS, тогда вам понадобится для оцифровки видеокамера. Если у вас ее нету или по каким-то причинам она сломалась, то вам тоже ее придется приобрести. Приобретается она также на Авито, тоже средняя цена от 700 до 2000. И обязательно берите с собой тестовую кассету, убедитесь, что она работает. Обязательно подключите ее к телевизору, убедитесь, что штекеры тоже все работают, не разболтанные, потому что оборудование старое. Если вам посчастливилось быть обладателями кассет Video 8, вот так они выглядят. Есть несколько тонкостей. Есть два вида видеокамер. Это Video 8, это Digital 8. Кассеты выглядят вот именно так, как я вам показал. Поэтому, если у вас этой камеры нету и вы едете ее приобретать поддержанную, обязательно возьмите свою кассету. Почему? Потому что Video 8 более старый формат, Digital 8 более современный формат. Выглядят они одинаково, но друг к другу не подходят. Есть шанс, что если вы купите камеру, то она у вас просто в ваши кассеты не пойдет. Также, если у вас видеокассеты формата VHS Compact, выглядят они вот так, вам может пригодиться переходник. Выглядит он примерно вот так. Найти его на самом деле большая проблема, потому что на Авито в Липецке такой появляется может быть раз в три месяца. В Москве стоит примерно 2000 рублей. Поэтому, если вам повезло такое добыть, вы большой молодец. Все просто. Вставляете ее сюда, потом вставляете видик и уже захватываете из видеомагнитофона. Хочу обратить ваше внимание на то, что провода, тюльпаны, которыми вы будете подключать видеомагнитофон и плату видеозахвата, должны быть дорогими. На них не стоит экономить. Почему? Потому что качественные экранированные провода будут меньше проводить различных шумов. Звук будет более чистым. Помимо этого, вам потребуется сам компьютер, на который вы установите программное обеспечение, подключите к нему плату видеозахвата и будете реализовывать сам видеозахват. Здесь есть тоже несколько определенных тонкостей. Во-первых, компьютер должен быть минимум с 3 гигабайтами оперативной памяти. Шосткий диск должен быть тоже немаленький. Например, если у вас трехчасовая кассета, то материал будет занимать в районе 10 гигабайт. Поэтому рассчитывайте. Если у вас 10 кассет, то это уже совершенно другая цифра. Это заземление всего оборудования, которое находится у вас в сети. Во-первых, это видеомагнитофоны. Видите, вот эти провода, которые присоединены к корпусу. Это уже заземление. Потом компьютеры, которые у вас тоже участвуют в видеозахвате. Все это уменьшает количество шумов от аналогового сигнала в конечном видеоматериале. Итак, если вы все-таки решили самостоятельно оцифровать ваши видеоархивы, я предлагаю немного посчитать, во сколько вам это обойдется. Ну, примерно, видеомагнитофон будет стоить в районе 2000 рублей. Коммутация будет стоить в районе 400 рублей. Плата видеозахвата. Ее можно купить на Алиэкспресс за 2000 рублей. Итого 4400. И компьютер. Если у вас есть компьютер, здорово. Если у вас есть слабый компьютер, вам нужно докупать железо. Ну, если покупать вот конкретно для оцифровки, он будет стоить в районе там 6000. Итого у вас выходит 10400. Если вы понимаете, что вам это интересно, если вы понимаете, что вы можете это все подключить, настроить, прекрасно, в следующем видео мы расскажем вам, как настроить программное обеспечение, как получить, как подобрать кодеки, в чем сохранять видео, чтобы они были не слишком тяжелые, но при этом максимально качественные. И еще расскажем несколько тонкостей, с которыми вы можете столкнуться. Теперь вы сможете сохранить в максимальном качестве свои видеоархивы и передать их детям. Но мы поможем вам это сделать самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok